Мечтаешь о сильной команде в Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала. С вами Локи. Мы продолжаем карьеру за Зенит. И у нас сегодня последняя серия этого первого сезона. Мы сегодня играем последний матч в чемпионате, который в принципе уже вообще ничего не решает. И также у нас сегодня финал Лиги Европы против Олимпиакоса. Многие к прошлой серии в комментариях начали предлагать кого-то на трансферы. Большинство из них, большинство комментариев было просто какие-то, я не знаю, до безумия глупыми. В плане того, что люди начинают предлагать покупать галкипера, потому что видите ли, в жизни Ладыгин как-то неуверенно играет. И они начинают приписывать это к моей игре. Меня в игре Ладыгин полностью устраивает. Также у нас есть Михаил Киржаков, который по игровым моментам также отлично стоит на воротах. Поэтому в позиции вратаря я вообще никак не нуждаюсь. И предлагать купить мне Селихова, потому что кто-то там в жизни говорит, что он перспективный вратарь, молодой. Не сравнивайте игру и жизнь. Зенит не покупал Зиешина, допустим. И Тегиев у нас не играет. Кто-то предлагает постоянно продать Кокорина, потому что у него, видимо, какая-то личная неприязнь. Хотя Кокорин считается одним из лучших футболистов в этом сезоне, в нашей карьере. Также кто-то советовал продать Тегиева, потому что видите ли, он вообще бесполезный. Кто-то считает, что Смолов не оправдывает ожидания. Ребят, вот лично по моим, так скажем, оценкам футболистов тех, что мы приобрели, они меня в полностью устраивают. Кого стоит купить? Возможно, стоит купить центрального защитника на смену Нету, смену Ломберца. Потому как все-таки в следующем сезоне мы играем в Лиге Чемпионов, и тот же Йованович, он уже, так скажем, не будет подходить на какие-то резервные матчи. Он еще развивается, он еще молодой, а тот же Ломберц, он уже по скорости, ну, совсем как-то проигрывает. Ну, а один Нету и Новосельцев это, конечно, маловато. Плюс, постоянно рекомендуют кого-то продать из центра поля. Ребят, Мигель Дани уже редко появляется на поле. Плюс, вот, давайте посмотрим чисто по составу. К концу сезона, посмотрите на физическую форму. Вицеля, Жиркова, Смолова, эти футболисты сыграли по паре матчей, и вот у них уже половина физухи. То есть, если их выпустить, тот же Жулиано. И говорить о том, что у меня много футболистов, это на самом деле неправильно, потому что... Нужна ротация состава, и нужно иметь хорошую обойму. Когда ты играешь в чемпионате, когда ты играешь в различных кубках, нужно много футболистов хороших. И говорить о том, что, например, Смолов не вписывается, и продать его нужно. Смолов забивал хорошие голы, и важные передачи отдал. Зачем его продавать? То, что я потратил за него 20 миллионов, так от меня не убыло, ребят. Это игровые деньги, поэтому... Еще дам совет, вот чисто просто иногда у меня подгорает до безумия. Ребят, посмотрите серию, а потом напишите комментарий. Потому что многие начинают писать такой бред, когда я в серии что-то уже рассказал, а они начинают спрашивать. Зачем писать комментарий, не посмотрев серию? Не нужно бежать вперед паровоза. А сейчас мы играем против Амкара. Это у нас последний матч чемпионата. Погнали! Давайте, друзья, наберем под этой серией 500 лайков за завершение сезона. Вне зависимости от того, как мы сыграем в Лиге Европы. Я надеюсь, что финал у нас получится выиграть, потому что Рома была более сильным соперником, на мой взгляд, чем Олимпиакос. Хотя, с другой стороны, Олимпиакос пробился. Финал, я думаю, легко нам там не будет. Ну, сейчас у нас заключительный матч чемпионата против Амкара. Я, честно сказать, даже не знаю, на какой сейчас позиции находится Амкар. Нужны ли им очки, чтобы, может быть, подняться повыше, а может быть, они борются за удержание. Но, по-моему, нет. По-моему, они даже где-то вверху таблицы. Здорово. Смольников. Артем Дзюба. Хороший выстрел сегодня Дзюба с первых минут. Хорошо. Хави Гарсия. Дзюба. Мигель Дании. Не точно. Высоковато. Ну и пока по нулям. Амкар неплохо. И штанга. И Тигейв скорость набирает. Заканчивается первый тайм, и мы могли на 45-й пропустить. В небольшой панике Амкар провел хорошую атаку. Попали в штангу. И вот так вот вся наша атака, которая была в первые 45 минут, могла закончиться голом в наши ворота. Ну ладно, продолжаем. Джорджевич. Ну, корпусом его оттеснили. И лишаут. Вблизи штрафной соперника. Недоволен Мирча Луческу, потому что наша команда не может забить. Хоть мы и... Дзюба. И вратарь тащит. Хоть мы и... Уже чемпионы, но... Хотелось бы подтверждения этому. Зиеш. Пошла подача. Удар по воротам. Ух, опасно. Вратарь залетает сам. Но... Не залетает в ворота мяч. 53-я минута. Амкар с мячом. Новосельцев проскочил. Удар по воротам и гол. 88-я минута. Вот так вот Амкар. С третьей попытки. Януш гол. Забивает гол. Не стал он здесь делать пас. Новосельцев, конечно, уставший. Проскочил мимо. И... Проигрываем мы. Проигрываем на 88-й минуте. Юсупова нужно догонять. Юсупов. Куда-то... Вдаль убегал наш нападающий. Назад пятился. Можно, мне кажется, было и получше сыграть. Но... Ребят, мы все равно становимся чемпионами. Даже проиграв эту встречу, подарили 3 очка Амкару. Пускай ребята тоже порадуются. И пускай праздник будет у обеих команд. Ну и давайте, друзья. Давайте... Ну, по ударам, видите. У Амкара один удар в створ. Бывает и такое. Итак, показывают нам результаты оставшихся игр. Сейчас посмотрим, кто же занял второе место. Получилось ли у Краснодара. Отстоять. Они, кстати, проиграли крыльям 1-0. Вот так. Вот 5,5 миллионов евро нам призовой. Преподнесли призовые 5,5 миллионов. Так, развитие навыков. Сейчас быстренько тренировочку проведем. И нужно сейчас будет выстроить самый боевой состав на финал. Джорджи прокачался. Хорошо. Так. Давайте смотреть, что у нас в офисе. Конечно же, пресс-конференция. Нам нужно промотивировать нашу команду на последнюю игру этого сезона. Последняя игра этого сезона. Уческу одобряет команду перед финалом Кубка. Ну что ж. Давайте посмотрим состав. Явно сегодня не Рязанцев у нас будет в стартовом составе. Итак. Кокорин. Давайте вместо Дзюбы сразу. Смолова. Сюда, я думаю, мы поставим Роберта Мака. Так. Маурисио вместо Могилевца возьмем. Жулиана. Жулиана вместо... Ну, давайте Жулиана пока возьмем с собой вместо Юсупова. Хотя Юсупова тоже можно взять. Так. Дзюбу, Дзюбу, Дзюбу. Дзюбу возьмем вместо Ломберта. Нэту, Смольников, Дани, Гарсия, Зиеш. Давайте возьмем вместо Зиеша. Пока Вицелев старт. И вместо Тегиева, я думаю, возьмем Кришета. Хотя Тегиева, я думаю, тоже стоит взять. И возьмем мы его... Хотя нет, Жирков есть. В принципе, все. Вот такой вот у нас стартовый состав, друзья. И давайте, давайте начинать. Долгий путь прошли обе команды. И встретились в финале. Россия против Греции. Зенит против Олимпиакоса. Снова дождливая погода. Огромнейший стадион показывает нам путь обеих команд. С неплохим счетом Олимпиакоса обыгрывали своих. Оппонентов. Ну и показывают нам дебюты игроков. Немножко, на мой взгляд, странно дебютировать в финале Лиги Европы. Но тренер решился на такой шаг. И посмотрим, как эти парни себя проявят. У нас сегодня такой довольно боевой состав. Ой-ой-ой. Удар поворотом 1-0. Вот это начало. Вторая минута. И Олимпиакос показывает, что они сдаваться-то не собираются сегодня. Жестко так встретил Вицель. А здесь, ну, просто-просто на пятачке убрали Новосельцева. И о чем я говорю? Нам нужна защита. Нам нужна защита. Ну и бежать Кокорин стоит. Здорово. Обокрал Кокорин. Вицель. 1-1. 1-1. 19-я минута. Смог Кокорин выцарапать мяч. Сделал закидушечку на дальнюю. Там Вицель подработал грудью. И точнехонько пробил поворотом. 1-1. Мы тоже сдаваться не собираемся. Пришли в себя. После очень быстрого пропущенного гола. Хорошо. Жестко поставил ногу. И там снова Роберт Мак. На фланге 1. Мак с мячом. Смола. Хороший выстрел и угловой. Ну, начинаем. Начинаем мы давить соперника. И еще один угловой должен быть. Подача. Вицель. Добить. Еще разочек. И гол. Вот так вот. Кто? Александр Кокорин? Да. Он там пяткой себе подрабатывал. Не с первой попытки. Но вот так буквально за пару минут мы просто подавили Олимпиакос в их штрафной. Посмотрим еще раз. Вот здесь классно Кокорин себе пяткой прокинул. А там, ну, повезло немножко, конечно. Но растерялась защита и вратарь Олимпиакоса. Ну, и кто говорил, что Кокорин это балласт в нашей карьере? Голевая передача и забитый гол уже за пару минут. Новосельцев. Хорошо. Мигельдани. Опасно. Ну, и Ладыгин молодец. Пусть и на угловой. Но лучше так, чем на ход сопернику. Удар поворотом. И снова Ладыгин. Ну, вот потихоньку и Олимпиакос начинает приходить в себя. Проводит хорошие атаки Дани. Мигель. Нужно бежать. Староват он, конечно, уже для таких рывков. Роберт Мак. Отлично. И на Смолова. Смолов. Роберт Мак. И третий. Клади. Есть. Роберт Мак. Играет он прощальную песню для Олимпиакоса в первом тайме. Здорово они здесь со Смоловым раскатали. И Мак, посмотрите, аккуратненько между голкипером и защитником катнул он этот мяч в дальний уголок. И вот так вот за 18 минут три мяча получает Олимпиакос на контратаках и угловых. А вот здесь опасно. Криштоф Ланг-то свой оставил. И нужно Нету сейчас успеть. Чистый подкат. Луиш Нету молодец. Они с Новосельцем начали приходить в себя. Вместо Мигеля Дани, друзья, выходит у нас Жулиана. Семерочка Зенита. И посмотрим, что же будет во втором тайме в финале Лиги Европы. Как корен. Давайте вот так сыграем. И Смолов чуть-чуть не успел пробить. Здорово ему выкатил Жулиана. Новосельцев. Хотелось сказать, что он исправился, но все-таки, все-таки гол. Олимпиакос не собирается сдаваться. 3-2-65 минута. Хороший гол. Прорвались они здесь через центр. Новосельцев, ну вот, казалось, выиграл. Но в какой-то момент просто управление переключилось уже на другого футболиста. И не вышло. Смольников. Роберт Мак. Жулиана в центр. Смолов. Хорошо пяточкой на Вицеле. Вицель. Кришта. Вицель. Хороший плотный удар с левой ноги, вот если бы еще вдаль не успел развернуться. Хави Гарсия тоже подустал. Новосельцев, ну здесь молодец, вверх выиграл. Роберт Мак. Вицель. В центре, в центре много-много наших футболистов. Жулиана. Удар Жулиана. И парирует голкипер. Новосельцев здесь. Хорошо, разобрались. Зиэш. На Роберта Мака. И убежал Олимпиакос сильно в атаку. И пас. Ну не хватило, не хватило уже силу Роберта Мака. Чуть посильнее сделать эту передачу. Нэту. Хорошо. Мак. На Смолова. Смолов. Зиэш. Свеженький Зиэш. Кокорин, ну не подработал. И на Смолова. Смолов. Смолов. В дальний. Смолов. Гол. 4-2. Федя Смолов. Ну вот, ребята. Вот те футболисты, про которых говорили, что они ни на что не способны. Роберт Мак выпилил на Смолова и тот в дальний вмочил. Кокорин и Смолов делают сегодняшнюю игру. Ну и конечно же я бы отметил Роберта Мака. Большую работу он сегодня проводит. Хорошо себя показывает. Да, были потери, да. Были неудачные пасы, но. Отличный гол. Отличная передача на Федора Смолова сейчас. Аккуратно. Нету. Нету. Новосельцев. Хорошо. Зиеш. Снова Роберт Мак. Последние. Последние минуты матча. Роберт Мак. Гол. Роберт Мак делает дубль. И у вратаря здесь просто уже глаза убежали, по всей видимости. Он пропускает. И Роберт Мак. Мне кажется, он лучший игрок сегодняшнего матча. На последнем рывке Роберт Мак врывался в штрафную и пробил. Вратарь прикрыл лицо, чтобы просто в него не получить. Рад. Рад Мирчелу Ческу. Мы завоевываем три кубка в первом сезоне. Но все самое интересное будет дальше, друзья. Будет Лига Чемпионов. И все-таки нужно нам усиливать позицию защиты. И все, друзья. Это победа. Я думаю, это заслуживает вашего лайка. Роберт Мак. Конечно, раздосадованы футболисты Олимпиакоса, забившие на второй минуте. Но. Футболе побеждает сильнейший. И сегодня на поле сильнейшими оказались футболисты нашей команды. Радуются там. Жирков, Юсупов, Хави Гарсия. Проделали большой объем работы в этом сезоне. Конечно, Олег Шатов. Хоть он и на травме, долго его уже нет. Но он тоже был очень полезным и в начале сезона. Новичок Зиеш. Луиш, который пришел в команду и сразу начал забивать, отдавать голевые передачи. Ну и Луиш Нету в качестве капитана поднимает второй кубок. За вторую серию еще и кубок чемпионата России. Ну и, друзья, напоминаю, наберем 500 лайков. Следующая серия появится на канале. Ну, наверное, сделаем буквально небольшой перерыв в пару дней. Надо немножко отдохнуть, перевалить все это приключение. Всем огромное спасибо за поддержку, за то, что верили в победу нашей команды. За ваши комментарии, лайки. С вами был Локи. Еще увидимся. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok